Как мы уже знаем, язык C++ не лимитирует нас в количестве базовых классов, используемых при построении данного. Если количество использованных базовых классов больше единицы, можно говорить о множественном наследовании, феномене достаточно редком в современных языках программирования с архитектурной точки зрения. Тенденция, которая наблюдается в современных языках программирования, заключается в том, чтобы всегда наследовать новый класс от одного базового. При этом допускается одновременная имплементация одного, двух или большего количества интерфейсов, то есть сугубо абстрактных классов, не имеющих никаких атрибутов или реализаций методов. В то же время язык C++ допускает использование в качестве классов предков классов произвольной структуры, как абстрактных, так и конкретных. С возможностью иметь несколько классов в качестве базовых связан ряд аномалий, для решения которых в язык введено понятие виртуального множественного наследования. О виртуальном множественном наследовании мы с вами поговорим немного позднее, а пока сделаем один важный акцент. Порядок следования базовых классов в определении рассматриваемого данного класса является значимым с точки зрения порядка вызова конструкторов и деструкторов. Порядок вызова конструкторов совпадает с порядком упоминания имен базовых классов. Порядок вызова деструкторов ему прямо противоположен. Представим себе, что некоторый класс является базовым для двух отдельных программных классов. В силу определенных проектных решений, оба этих класса становятся предками следующего класса, который в свою очередь располагается на третьем уровне иерархии. Очевидно, что в каждом из двух классов среднего уровня этой иерархии будет находиться по некоторому подобъекту базового класса. Соответственно, класс потомок, находящийся на нижнем уровне иерархии, станет содержать два отдельных подобъекта базового класса самого верхнего уровня иерархии. В большинстве случаев такой исход дела не является желаемым для программной архитектуры. Налицо возникновение аномалии, то есть нарушение правильного порядка дел, для устранения которой необходимо специальное расширение объектной модели языка C++. Таким специальным расширением объектной модели стало не просто множественное, а виртуальное множественное наследование. Основное назначение виртуального множественного наследования – это обобществление подобъектов одного и того же класса в составе производного класса. В таком случае можно говорить о виртуальном базовом классе, наличие которого является вынужденной мерой, однако устраняет проблемы с адресацией его атрибутов и идентификацией его методов. Возникает закономерный вопрос. Если в микроархитектуре любой системы потенциально может возникнуть ситуация, требующая перехода от множественного к виртуальному множественному наследованию, то не стоит ли использовать виртуальное множественное наследование просто про запас на всякий случай для того, чтобы предотвратить дальнейший пересмотр архитектуры программной системы? Правильный ответ на этот вопрос – нет, не следует. Дело в том, что виртуальное множественное наследование – это конкретный ответ на уже возникшую в архитектуре проблему. Само по себе существование виртуальных базовых классов существенно усложняет архитектуру, делает ее более трудной для понимания, развития и сопровождения. Одним из подтверждений сказанного относительно усложнения программной архитектуры при наличии виртуальных базовых классов является измененный порядок вызова конструкторов в случае виртуального множественного наследования. В частности, при виртуальном множественном наследовании все конструкторы виртуальных базовых классов вызываются до конструкторов не виртуальных, а базовых классов. Кроме того, явный вызов конструкторов виртуальных базовых классов подавляется, так как в противном случае мы опять вернулись бы к появлению и, соответственно, инициализации отдельных подобъектов не обобщенного, неразделяемого базового класса верхней ступени иерархии. Синтаксически виртуальное и невиртуальное множественное наследование оформляется сравнительно просто. Для того, чтобы породить новый класс от двух и более существующих, достаточно перечислить их имена в списке базовых классов нового класса. Обратите внимание на то, что уровень доступа нового класса к своим классам-предкам может быть одинаковым, а может быть разным. Значение имеет также и порядок, в котором перечислены классы-предки. Что же касается виртуального наследования, то, как следует из самого названия этого понятия, нам предстоит использовать квалификатор Virtual. Квалификатор Virtual используется в указании имени базового класса совместно с уровнем доступа к таковому. При этом порядок следования квалификатора и обозначение уровня доступа значения не имеет. Парадоксально, но факт. Объект пустого класса не занимает 0 байт. Минимальный размер экземпляра любого класса, даже пустого, составляет 1 байт. Причина этого заключается в том, что в противном случае два объекта, не занимающих никакой памяти и имеющих размер 0 байт, могли бы быть помещены на один и тот же адрес оперативной памяти. Это, как вы понимаете, нонсенс. Вместе с тем, в ряде случаев пустые классы и пустые структуры имеют то или иное структурное значение для микроархитектуры программы. В частности, многие реально используемые объекты в промышленных библиотеках имеют в качестве своих предков такие пустые структуры и пустые классы. Для того, чтобы память не расходовалась неэффективным и непроизводительным образом, существует специальный прием, направленный на устранение таких паразитных подобъектов, имеющих сугубо структурное значение и не содержащих никаких реальных полезных данных. Этот прием носит название устранения или, быть может, элиминации пустой базы. Он применяется в большинстве возможных случаев, однако среди них есть исключение, когда устранить пустые базовые классы и базовые структуры невозможно ровно по тем же причинам, по которым сам пустой класс или сама пустая структура занимают в оперативной памяти 1 байт. Рассмотрим несколько примеров. Пусть в нашем распоряжении четыре структуры альфа, бета, гамма и дельта. При этом структура альфа является пустой структурой и предком всех остальных объектов. Структура бета, будучи потомком альфа, содержит единственный атрибут типа int. Очевидно, что помимо него в структуру бета входит и подобъект альфа. Подобъект альфа является пустым и элиминируется. Таким образом, объем структуры бета, и этот факт нам еще пригодится, равен размеру объекта типа int. Структура гамма не только является потомком структуры альфа, но и содержит в своем составе атрибут этого типа. Он занимает в определении структуры гамма первое место, за ним следует атрибут целого типа. Попытка элиминировать атрибут с именем а привела бы к тому, что атрибуты а и н занимали бы внутри структуры гамма одинаковые адреса. Иными словами, между собой были бы равны смещения, с которых начинаются объекты а и н от базового адреса начала экземпляра структуры гамма. Такое, очевидно, недопустимо, поскольку в объектном коде, где имена, вводимые нами, не используются, а используются лишь смещения, эти объекты слились бы в один атрибут. По этой причине атрибут с именем а сохраняет не нулевой, а единичный объем. Наконец, структура дельта не только является прямым потомком структуры альфа, но и содержит в своем составе атрибут, который сам восходит к структуре альфа, атрибут типа бета. Относительно размера этого атрибута мы уже рассуждали и пришли к выводу о том, что размер памяти, выделяемый для хранения экземпляра бета, равен sizeofint. Таким образом, в составе структуры дельта пустой подобъект альфа устраняется. Завершая начатый ранее разговор о пятерке принципов объектно-ориентированного проектирования Solid, остановимся на трех заключительных принципах. Принцип подстановки Лисков, который соответствует букве L в аббревиатуре Solid, назван так в честь американского специалиста Барбары Лисков. Принцип подстановки Лисков закладывает теоретическую основу для разработки и использования полиморфизма подтипов. В частности, согласно этому и именно этому принципу, любой более общий объект, находящийся на верхних уровнях иерархии наследования, можно заменить его специализацией. И это при правильном проектировании не может и не должно оказать отрицательного влияния на работу программ. Следующий принцип – это принцип разделения, разбиения интерфейсов. Согласно этому принципу, несколько мелких интерфейсов лучше, чем один большой. И это вполне разумно, поскольку имплементация двух и более мелких интерфейсов является осознанным выбором программиста, а не результатом неудачного проектирования, при котором необходимость использовать один абстрактный вызов, то есть необходимость реализовать один или несколько запросов из множества возможных в данном интерфейсе, является причиной для имплементации остальных запросов, которые могут оказаться бессмысленными или просто непродуктивными в соответствующем контексте. По этой причине мелкие интерфейсы легко комбинируются между собой, и это комбинирование происходит ровно тогда, когда оно по-настоящему необходимо. Наконец, заключительный принцип Solid, принцип инверсии зависимостей, утверждает, что абстрактный слой любой программной архитектуры не должен зависеть от реализации этого абстрактного слоя. Это касается любых абстрактных и конкретных объектов или слоев в программной архитектуре. Как на уровне отдельных методов, так на уровне классов, пакетов классов, слоев и подсистем большой программной системы. В большинстве случаев поддержка полиморфизма подтипов в языке C++ не требует от программиста никаких усилий. В тех редких случаях, когда помощь программиста все же необходима, мы используем специальные средства динамической идентификации типов времени выполнения. Такие инструменты чаще всего применяются в ситуациях, близких к системному программированию. Например, при получении данных из смежных процессов Unix. Задача, которую решают RTTI инструменты, заключается в восстановлении настоящего, реального, подлинного типа объекта, адресуемого по указателю или ссылке на его базовый тип. Тот тип, который назначен указателю или ссылке и позволяет косвенно адресовать рассматриваемый объект хранения в памяти, называется статическим типом. Тот же тип данных, который в действительности здесь и сейчас имеет конкретный объект, называется динамическим типом. Очевидно, что статический и динамический тип объекта различаются только в одном случае. Если этот объект является классом, а в составе класса имеются виртуальные методы. Таким образом, использование RTTI инструментов в отдельных случаях сводится к решению компилятором задач времени компиляции. RTTI события являются событиями времени компиляции, когда статический и динамический тип объекта совпадают. Например, для классов, которые не содержат виртуальные методы, либо для простых базовых типов данных. В том случае, если мы говорим о подлинном полиморфизме, при котором статический и динамический типы объекта не совпадают, RTTI события становятся событием времени исполнения. Реализация операций динамической идентификации типов в языке C++ реализована двумя различными средствами. Одно из них это операция Dynamic Cast, вторая это операция Type ID. Операция Dynamic Cast является одной из стандартных операций языка C++, введенных в него наряду с другими операциями преобразования и приведения типов, такими как Static Cast, Const Cast и Reinterpret Cast. Операция Dynamic Cast умеет работать как с указателями, так и со ссылками. При этом в случае неудачи при преобразовании указателя или ссылки на базовый класс в указатель или ссылку на производный класс, операция Dynamic Cast способна сигнализировать о провале данного преобразования. Результат преобразования указателя и ссылки безусловно отличается. Если в случае провала преобразования указателя возвращается в пустой указатель, то в случае провала преобразования ссылки вернуть пустую ссылку невозможно, из-за отсутствия подобных объектов в модели языка C++. По этой причине, если ссылку на базовый класс невозможно привести к ссылке на производный, операция приводит к выбросу стандартного исключения. Конкретный синтаксис операции Dynamic Cast применительно к указателям и ссылкам рассмотрим на двух небольших примерах. На данном слайде показано, как Dynamic Cast работает в отношении указателей. Обратите внимание на то, какое условие подвергается проверке в данном случае. Это условие заключается в неравенстве результирующего указателя пустому указателю Now. Соответствующий код для приведения ссылок выглядит практически идентично, с поправкой на то, что речь идет именно о ссылках, а не о показателях, а также на то, что результатом неудачного приведения является выброс стандартного исключения Bad Cast. Второй RTTI-инструмент языка C++ унаследован из языка C. Встроенная унарная операция Type ID не пытается осуществить приведение указателей либо ссылок, а возвращает развернутый ответ на вопрос о том, какой тип имел ее оперант. Ответ на этот вопрос возвращается в виде экземпляра структуры Type Info. Характерной особенностью этой структуры является частичная зависимость реализации, то есть состава ее атрибутов и операций над экземплярами от конкретного компилятора. Несмотря на частичную вариативность реализации, структура Type Info и возможные действия с такими структурами имеют много общего. В частности, такие структуры можно сравнивать между собой на равенство и неравенство, а можно извлекать информацию об имени типа операнда в виде строки, сформированной по правилам языка C. В виде исходного кода это выглядит, например, так, как показано на нашем слайде. Завершая ту часть нашего курса, которая посвящена объектно-ориентированному подходу к разработке программного обеспечения на языке C++, подведем ключевые итоги, связанные с влиянием объектно-ориентированных техник разработки и проектирования на производительность результирующих систем. Заметим, что наследование, как инструмент повторного использования ранее разработанных программных элементов, является очень важным для поддержания оптимального размера классов. Классы не должны являться слишком большими и претендовать на божественность. Классы не должны быть слишком мелкими и ленивыми, делегируя всю свою функциональность смежным элементам системы. Как мы помним, основным критерием правильности проектирования классов является назначение каждому классу одной зоны ответственности. Объединение таких ответственных классов в иерархии никоим образом не снижает скорость работы системы, однако позволяет поддерживать на приемлемом уровне композицию всей системы. Аналогично, не следует бояться и виртуальных функций. Работа с виртуальными функциями не менее эффективна, чем вызов функций по указателям. А эта техника, напомним, была и до сих пор существует в языке C, как языке не только высокого, но и среднего уровня. Наконец, от механизма виртуализации в редких, но наиболее критичных для системы функциях можно явным образом отказаться. То, как это делается, было показано в нашем курсе. Таким образом, нет никаких оснований бояться или пренебрегать всеми основными принципами объектно-ориентированного проектирования систем. Правильное использование языка объектно-ориентированного программирования не снижает итоговой эффективности программной системы. То же самое касается и программирования в шаблонах, которое станет нашей следующей темой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова